В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Осаченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте. Информационных поводов было достаточно много, потому выпуск будет многоплановым, насыщенным и, как мне кажется, достаточно интересным. Коротко о главных событиях. Секреты успеха и мастерства от лучших в Беларуси производителей мясной продукции. Экскурсия по Брестскому мясокомбинату вместе с мэром областного центра Александром Брагучуком и генеральным директором столичного телевидения Юрием Казиятко. Общие камеры и камеры смертников, карцеры с толстыми и мощными дверями, тюремные календари. Все это Брестская следственная тюрьма, которую сравнивают с питерскими крестами. Сотрудники швейной фабрики «Динамо Программ Брест» изучают историю здания. Спортивный комплекс «Виктория» принимал представителей самого элегантного и амбициозного вида спорта. В Бресте прошел международный турнир по спортивной акробатике памяти Владимира Коркина и Кубок Республики Беларусь по художественной гимнастике. Об этом и не только. Прямо сейчас. Своебразный туристический гастрономический тур на предприятие, слоган которого «Любовь есть», совершил на этой неделе генеральный директор столичного телевидения Юрий Казиятко. Изыски брестских производителей высоко ценят не только в Беларуси, России и Казахстане. География поставок 15 стран мира на этом не останавливаются, осваивая новые рынки. Гурманы Грузии, Азербайджана, Пакистана, Гонконга и Вьетнама в скором времени оценят качество мясной продукции брестского мясокомбината. Секретом популярности и успеха крупнейшего производителя мясной продукции в Беларуси, градообразующего предприятия областного центра, поделились специалисты открытого акционерного общества с председателем горосполкома Александром Брагучуком и директором СТВ Юрием Казиятко. Тем для разговора оказалось немало. С подробностями Лариса Осмолович. Руководитель столичного телевидения Юрий Казиятко на Жизмляк, но так уж случилось, что на Брестском мясокомбинате бывать ему не приходилось, а потому перед началом большого разговора с трудовым коллективом он воочию увидел, как делают такой известный и любимый в Беларуси и далеко за ее пределами мясной бренд. В ходе экскурса убедился, что распространенный слоган открытого акционерного общества «Любовь есть» соответствует действительности. Люди, работающие на комбинате, любят свое предприятие и делу отдаются всей душой. Люди, которые делают колбасу, знаете, как когда-то говорили, что когда ты что-то сделал с душой, оно очень вкусно. Так и мы, наверное, в рецептуру укладываем чуть-чуть, вот маленькую чуточку души каждого человека. Мы делаем вкусно, а в рецептуру закладываем еще свое тепло, свое добро. Это как бумеранг, оно получается колбасой к вам и вам, наверное, нравится еще больше. Продукции обрезкого мясокомбината сегодня на столе практически в каждой семье. Благодаря широкому ассортименту, отменному качеству, товары под этим брендом снискали популярность во многих странах мира. Их охотно покупают в России, Украине, странах Евросоюза, Китае, среди новых рынков сбыта. Грузия, Азербайджан, Пакистан, Гонконг и Вьетнам. Благодаря страновому бренду, что Беларусь все же делает качественные продукты, мы успели в свое время под этот зонтик войти. И сегодня мы уже отстраняемся от него. То есть все понимают, что да, мы из Беларуси, но мы уже как бы отдельное имя. И ассортимент активный, 450 примерно позиций насчитывает. И для каждого покупателя у нас есть свой товар, любимый. Основные рынки сбыта, это, конечно же, Российская Федерация. Неплохо по Казахстану продвинулись в прошлом году. Ну и также расширяем географию уже более чем в 15 стран, поставляя наши продукции. Успехи эти абсолютно не случайны. Они являются ярким отражением целенаправленной политики руководства по модернизации предприятия. Благодаря такому подходу в продовольственном отношении Беларусь стала не просто самодостаточной, но и экспортоориентированной. Только на Брестском мясокомбинате производят порядка 100 тонн готовой продукции. Производственная линейка 450 позиций. И на все это вкусное изобилие есть спрос, который диктует расширение производственных площадок. Кстати, в этом году открылся новый цех по производству популярных пельменей «Мясные подушечки». Новый цех мы запустили в феврале этого года. Сейчас он работает на полную мощность. Выпускаем местные подушечки. Это наш бренд. Их уникальность в том, что они делают только и исключительно из охлажденного мяса. Так в Беларуси не делает никто. Только мы. Отсюда и спрос, я полагаю, на эту продукцию. Уже на встрече Юрий Казиятко поделился с коллективом Брестского мясокомбината секретами успеха столичного телевидения. А мэр областного центра Александр Рогачук рассказал о планах руководства по подготовке к тысячелетию Бреста, о делах насущных и о планах на будущее. Очень благодарен, что в лице руководства мясокомбината я вижу поддержку общественных инициатив, которые есть в городе, поддержку хороших дел. И в принципе, пусть и трудно, пусть и не все сразу, но что-то в Бресте у нас начинает получаться. Тысячелетие жизни заканчивается. Мы не ставим задачу сделать тысячелетие и все. Надо двигаться дальше. У нас еще по городу 300 километров нескортированных дорог. Поэтому работы хватит. У нас нет пока в проекте каннеля между автовокзалом, Жизнодорожным Баргамом. Тоже надо его будет потом делать. Поэтому дай Бог, чтобы в городе были такие все предприятия, как ваше, и тогда было бы все замечательно. Встреча получилась насыщенной, многоплановой, а главное – полезной и для руководителей, и для работников Брестского предприятия. Ведь из того, что происходит в городе, в стране, зависит благосостояние жизни каждого из нас. Они напрямую связаны, наши личные планы, потому что я живу на Речице, и передвижение по городу затрудняет приезды, во-первых. Поэтому западный обход очень, кстати, будет нашей семьей, моей семьей, мне в частности, передвигаться и в город, и обратно. Поэтому Речице будет развиваться еще больше. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ. К другим темам. Капитальный ремонт жилого фонда Бреста продолжается. Уверенными темпами строители вместе с сотрудниками ЖРЭО переходят от одного дома к другому. На глазах город переживает настоящее преображение, ведь ремонт творит чудеса, если подойти к нему творчески. Яркие расцветки, интересные архитектурные вариации и необычное воплощение – это способны сделать настоящие мастера своего дела. Все потому, что тысячелетний юбилей областной центра должен встретить во всей красе. Под пристальным вниманием жилая застройка Бреста. Это один из пунктов подготовки города к тысячелетию. Важно, чтобы яркими и нарядными были не только места отдыха и досуга горожан. Местный Арбат, набережная, парк культуры и отдыха. Необходимо, чтобы праздник пришел в каждый двор, в каждый дом. Сегодня обретает свое новое лицо центральная часть города. Завершается благоустройство новиквартирных домов по бульвару космонавтов. Видоизменяется проспект Машерова. Сегодня у нас очень активно ведется работа по объектам. Это Машерова 36, также дома по Машерова 86, 90, бульвар космонавтов 118, бульвар космонавтов 49, дробь 51, Маяковского 49, Орджоникидзе 33. Это те объекты основные, где у нас в активной фазе очень идет работа. Капитальный ремонт – это комплексная реконструкция, включающая реставрацию фасада, замену кровельного полотна и работу над инженерными теплосетями. Жители домов, которые сегодня проходят комплексное реанимирование, уже успели ощутить некоторые неудобства, в частности, по улице Пушкинской. Зато результат приятно впечатлит, обещают специалисты ЖРЭУ и строители. Видоизмениться и наружный вид жилых помещений, ощутиться эффекты внутри. Благодаря комплексному утеплению в квартирах будет сухо и уютно. В основном при капитальных ремонтах жилых домов производятся работы по капитальному ремонту фасадов. В основном это ремонт штукатурного слоя. При необходимости проводится утепление торцевых стен домов, а также выравнивание полистирольными плитами. Точечные работы проводятся и в других микрорайонах. Это смогли заметить те, кто ежедневно перемещается по городу, который за последние полгода стал ярче и интереснее. Архитекторы смогли удачно объединить передовые европейские технологии и ретроэлементы, что еще больше подчеркивает уникальность областного центра, его самобытность и многогранность. Сегодня комплекс домов, который делался на 17 сентября, они уже в завершающей стадии. Какими они получились и какими они были, вы можете увидеть. Закончили Карла Маркса 22, тоже памятник архитектуры, интересный дом получился. Забавлять темп работы строители не планируют. Реконструкция и ремонт жилого фонда продолжатся в таком же ритме. Планируется, что ежегодно комплексной модернизации будут подлежать порядка 70 домов. Порядок на Тришинском кладбище наводили сегодня в рамках субботника жители областного центра Брещины. В рядах добровольцев, депутаты и молодежь, а также представители предприятий и организаций города над Богом. Всего немногим, менее 100 человек. Инициатива эта не новая и не разовая. Такие субботники на старейшем Некрополе Бреста проходят регулярно. Подробности в следующем материале выпуска. С 2016 года Тришинскому кладбищу придан статус историко-культурной ценности. Это значит, что Некрополь не просто место, где покоятся предки современных жителей города над Богом. Это важный объект. Внимательному и заинтересованному человеку таблички, ограждения и сами надгробия могут рассказать о многих исторических, биографических и даже геополитических фактах из прошлого. Это одно из самых старых, не самое старое кладбище, не считать Тришинского могильника, второй век нашей эры, в районе делового центра и короны. Там было самое старое захоронение в рыбарской культуре, еще второй век нашей эры. Это кладбище более свежее, в интернете там разные протирающие эстреи, все дни об этом кладбище. Но документально установлено, что здесь никакого кладбища не было. И это не было кладбище деревень Крушина, Тришины и Гузни. Оно сразу возникло как православное кладбище Бреста, после того, как город был снесен в связи с крепостью и перенесен на Кобринский форштад в основном. Несколько лет назад вопросы по охране, консервации, благоустройству и дальнейшему использованию объекта были объединены в концепцию. Согласно последней, Тришинское кладбище будет реконструировано и усовершенствовано, очень аккуратно и вдумчиво, с сохранением артефактов из прошлого, но в соответствии с нынешним представлением о благоустроенном некрополе. Надо навести порядок и мы планируем в следующем году предпринять работу, сделать ограду вокруг кладбища. Ну и согласно концепции, конечно, провести благоустройство по Тришинскому кладбищу. Один из пунктов концепции поддержания порядка на территории кладбища по жухлой листью, беспорядочная растительность здесь совсем не к месту. От них старейший городской некрополь очищали добровольцы, представители депутатского корпуса, предприятий и организации, а также молодежь. Сегодня здесь было немногим менее сотни человек, а за последний месяц участие в наведении порядка приняли около полутысячи горожан. Наши мероприятия, они не разовые. Мы уже несколько лет подряд проводим массовые, ну назовем их субботниками, а на самом деле это практически еженедельный труд, как работников нашего предприятия, так и жителей города Бреста. Особенный вклад вносит молодежь, и Белорусский республиканский союз молодежи, молодежный парламент. Сегодня в основу у нас идет депутатский корпус, будет работать, трудиться по уборке и благоустройству мест погребения. Военный очень серьезный вклад вносят студенты, и это каждый день, каждую неделю практически здесь небольшая группа людей проводит эти работы. Как только нам сказали про субботник, мы, конечно же, безусловно, согласились и приняли участие. На данный момент с нами работает 15 человек из состава молодежного парламента. Эмоции, наверное, самые лучшие, самые позитивные, потому что на самом деле такую работу надо проводить. Надо привлекать молодежь, чтобы они участвовали в таких мероприятиях, потому что, насколько я знаю, Трешинское кладбище, оно является историко-культурным наследием. Вот надо приводить его в порядок, надо очищать, убирать разного рода мусор, растения, чтобы оно было в порядке. Самое старое из поддающихся прочтению надгробий на Тришинском кладбище датируется 1834 годом. С 70-х годов прошлого века объекты закрыты для захоронений. Здесь покоятся известные горожане, а также русские, польские и советские офицеры, жертвы репрессии и мирные жители. Анастасия Стропко, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите «Итоги недели» на Бук ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. Тысячелетний Брест трепетно хранит немало тайн и загадок. В силу особенностей географического положения города, здесь, начиная с 1-3 XX века, происходило большое количество политических и идеологических процессов, которые разделили людей, разделили их мировоззрение и взгляды. Сегодня нам, современникам, сложно дать оценку событиям, однако они были, и это наша история. К сожалению, живых свидетелей и очевидцев в той поры осталось не так много, но сохранились здания, стены которых помнят события 30-х и 40-х. В их числе помещение Брестской следственной тюрьмы. Сегодня здесь находится швейная фабрика «Динамо Программ Брест». Администрация и неравнодушные сотрудники которой занялись изучением истории здания и обнаружили много важных исторических фактов и артефактов. К этому подвальному помещению сотрудники фабрики «Динамо Программ Брест» обратились не так давно. Первоначально, не представляя, что могут обнаружить внутри, они планировали очистить подвалы от мусора и сдать свободное помещение в аренду нанимателям. Однако то, что там оказалось на самом деле, повергло их в настоящий шок. Никто не мог предположить, что все то, что было здесь в конце 30-х, начале 40-х годов прошлого столетия, может сохраниться до наших дней. Общие камеры и камеры смертников, карцеры с толстыми и мощными дверями. В специализированной литературе иногда можно встретить сравнение Брестской следственной тюрьмы с питерскими крестами. Выбраться самостоятельно отсюда было невозможно. Кроме того, на стенах до сих пор сохранились так называемые тюремные календари. Недавно здесь нашли нацарапанные на стенах надписи, надписи на польском языке. Потом такие вот насечки, видно, по количеству дней или годы, или месяцы люди считали. Ну вот, остановили процесс, никому не даем дотрагиваться до этих стен, потому что хотим восстановить это, сделать музей, музей памяти, чтобы люди помнили, знали. Обратимся к истории. Итак, 1939 год. Противников существующей власти становится в разы больше. Политическая ситуация в уездном Брест-Литовске требует серьезных регулирующих мер. Вводится в строй следственная тюрьма по улице Зыгмунтовской. За мощный внешний вид и темно-бордовый цвет стен среди местных жителей она получает наименование «Краснуха», которое знающие люди с содроганием сердца произносят и сегодня. Даже сегодня, спустя десятилетия, находиться в этих помещениях жутко и страшно. Во многом благодаря антуражу, который сохранился здесь с тех лет. Сама тюрьма построена во французской технике. Ширина стен порядка 60 сантиметров. На окнах кованой решетки распилить, которая невозможна. Всего за годы существования тюрьмы в ее стенах побывало не одна тысяча людей. Кому-то все-таки удалось ее покинуть, а кто-то ушел из нее в вечность. Как показали научные поиски, которые проводили и волонтеры, и сотрудники фабрики, через Брестскую следственную тюрьму прошло большое количество известных историй людей. Например, молодой священник Казимир Свентек. В будущем кардинал Римской католической церкви. Первый белорусский кардинал. Здесь была замучена в годы немецкой оккупации знаменитая подпольщица Галина Оржанова. Но неизвестно, сколько простых брещан, инакомыслящих, представляющих разные сословия, национальности, конфессии, безвинно погибли здесь. А знать нужно, чтобы помнить. А потому одними из первых в большую экскурсию в подвальное помещение фабрики были приглашены историки, представители духовенства и дипломатических миссий, а также родственники тех, кто побывал в этих застенках. Представляя тот ужас, который происходил здесь ежедневно, они с трудом сдерживали слезы. Вот так вот. На день забиралось в спальное место заключенных. Тяжело. Сегодня администрация фабрики «Динамо» «Программ-Брест» работает над тем, чтобы сделать здесь музей, а также установить знак в памяти безвинно погибших. Это еще один шанс вспомнить о той истории, которая рядом, о том, что нельзя забыть. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербай, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. А сейчас о других событиях. Важное мероприятие состоялось накануне в первой школе областного центра Брещины. Учащиеся одного из восьмых классов произнесли слова «клятвы» на верность таможенному делу. Пусть пока последнее для них имеет школьный формат, но значимость и торжественность момента это не уменьшает. Побывала на церемонии съемочная группа телеканала «Бук-ТВ». Подробности в материале Анастасии Стропко. Почти 30 юных брещан, учащихся первой школой, накануне присягнули на верность таможенному делу. 26 мальчиков и девочек специальную форму надели два месяца назад, в самом начале учебного года. Однако слова «клятвы» произнесли только спустя время. И в этом есть рациональное зерно. Ребята преодолели первые трудности, познакомились друг с другом и новым распорядком, привыкли к повышенной нагрузке. Сегодня их желание быть в числе учеников именно этого класса более осознанное. Было два месяца для того, чтобы осознать, насколько правильно они сделали свой выбор, оценить свои возможности и способности. И вот сегодня они, оценив свои возможности и способности, будут стоять на сцене и говорить слова «клятвы». И я хочу сказать, что я горжусь тем, что все 26 учащихся этого класса, которые были 1 сентября зачислены, будут стоять на сцене. Сами ребята признаются, учиться стало пусть и сложнее, но интереснее, а форму носить приятно и даже почетно. Некоторые, несмотря на юный возраст, уже задумываются о том, чтобы и свою будущую профессиональную жизнь связать с таможенной службой. Сюда пришли мои друзья. Здесь хорошего учителя я знал будут. Я хотел учиться. Я люблю математику, поэтому сюда пришел, так как знал здесь профиль английский и математика. Мне всегда нравились люди, которые работают на таможне. Даже есть такие, которые работают на границе очень дружелюбные, разговорчивые. И вообще, работа на таможне или милиция – это очень интересная профессия. Клятву на верность ребята произносили в присутствии представителей Брестской таможни, а также своих близких, что создало совершенно особую атмосферу – ответственного официального мероприятия, но с семейным, добрым акцентом. Родители и родственники учащихся таможенного класса выбор своих детей одобряют и очень ими гордятся. Конечно, что он в эту школу пришел и в этот класс. Очень гордимся. Надеемся, что он не подведется. Это звание, как говорится, пусть шагает вперед. Деткам, конечно, такой счастливый для их день и минуты. Пожелать здоровья, учебы хорошей, взаимопонимания учителей, чтобы понимали, уважали, любили. Анастасия Стропко, Андрей Ищерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. И в завершении выпуска о спорте. Два престижных соревнования принимал город над Бугом в эти дни. На базе специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва профсоюзов сильнейшего в пяти номинациях определили акробаты из четырех стран. Здесь прошел международный турнир по спортивной акробатике памяти Владимира Коркина. Не менее горячим по остроте и накалу стал Кубок Республики Беларусь по художественной гимнастике. Представителей самого элегантного и амбициозного вида спорта принимал спортивный комплекс «Виктория». Подробности и имена победителей узнаем у нашего корреспондента Ирины Ольшовой. Впервые после глобальной реконструкции обновленный акробатический зал с дюшур профсоюзов принимал 21-й международный турнир в памяти заслуженного тренера Владимира Коркина. Более ста спортсменов из Беларуси, Украины, Молдовы и Германии соревновались в пяти группах. Требования жесткие. Выступление две с половиной минуты, обязательное наличие балансовых и силовых упражнений, а также элементов с фазой полета. Программу, которую мы сейчас делаем, делать не очень сложно, просто мы много раз уже наработали. Тренируемся мы тоже много и отрабатываем много раз. А со соперниками мы уже привыкли, так что нам уже попроще, чем раньше. Юноши соревновались в четверках, девушки в тройках. Интересными получились выступления мужских и женских, а также смешанных пар. Главными соперниками брестских акробатов стали представители Украины и Германии. Никогда не знаешь, как и насколько подготовлены соперники. Это всегда очень интересно. Ну и очень классно побороться с такими сильными соперниками. Я бы не сказала, что соперники прям сильные, то есть можно бороться. Ну, нам просто надо больше работать, больше, ну, чище делать композиции. Ну, главное, чтобы было желание, настойчивость. В каждой из групп в числе призеров обязательно были представители Брещины. Спортивная акробатика – конек нашего региона. Я не волновалась, как-то мне было не страшно. Ну, как-то одолели. Ну, смешанные пары, ну, тоже были сильные, но мы их обыграли. Не менее интересным и значимым для спортивной жизни Бреста стало проведение Кубка Беларуси по художественной гимнастике. На три дня дворец спорта «Виктория» приковал внимание поклонников и любителей этого элитарного и амбициозного вида спорта. Здесь выступает наш ближайший резерв. И для них, для некоторых, это был просто шок вот под таким потолком, при таких трибунах выступать. Это очень полезный опыт. Я очень благодарна Бресту, что предоставил он ту возможность. И мы уже здесь обсуждали между собой. Я просто буду очень сильно требовать, чтобы каждое значимое соревнование проходило в каждой области, в самых значимых дворцах, в самых значимых залах. Это очень много значит для подготовки наших гимнасток. Девчонки приехали самые сильные, которые у нас есть в республике. Да, конечно, конкуренция тоже очень большая, поэтому уровень очень высокий. Очень важный характер в нашем виде спорта. Чтобы всего достичь, нужно много потрудиться и преодолеть многое. Соревнования собрали сильнейших спортсменок страны из всех областей и города Минска. Формат проведения командный. Помимо жюри, свои оценки, правда, неофициально, выставляла и главный тренер национальной команды Ирина Лепарская. Я очень волнуюсь, что умирает гимнастика в Бресте. Она просто умирает. Может быть, даже уже, можно сказать, умерла. Получив медаль Любови Черкашиной, мне казалось, руководство области взбодрится и пойдет нам на встречу, и найдет нам место, где тренироваться. Мы им дали ковер, вот на котором выступаем. Он в шикарном состоянии, но он развернулся первый раз за 8 лет. Мы подарили Бресту ковер, а он лежит в скрученном состоянии, в сыром зале «Динамо» и невостребованный. Брестскую область на кубковых соревнованиях представила единственная команда из Барановичей под руководством Светланы Панкратьевой. Девушки смогли составить достойную конкуренцию минчанкам, заняв два призовых места. Все они разные, но должны сделать одно, единое, целое. Поэтому мы доставляем даже моргать вместе. Девочки у нас хорошие, дружные. Поэтому мне очень радостно работать с этим коллективом. Они в последнее время меня радуют очень. Сами же спортсменки к своим достижениям привыкли относиться сдержанно и не расслабляться. Впереди новые соревнования. То, что мы сошли с педестала, мы уже не чемпионки. Мы дальше продолжаем работать и добиваться таких же целей, какие у нас были поставлены. Занять первое место. Хотя бы просто подняться на педестал. Выступить достойно. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска. Это были итоги недели на БукТВ. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании буктв.by, а также на нашем канале в YouTube. Впереди прогноз погоды, но не переключайтесь. На нашем канале вас ждет немало интересных программ и передач, художественных и документальных фильмов. Я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. В Беларусь возвращаются мокрый снег и гололед. 12 ноября в воскресенье в Бресте ночью и утром ожидается кратковременный дождь. День будет пасмурным, без осадков. Синоптики прогнозируют западный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная в ночные часы 2-4 со знаком плюс, максимальная днем плюс 6 градусов. В понедельник 13 ноября на территории Бреста осадки, мокрый снег, дождь. Ночью и утром слабый туман и гололед. Температура воздуха начнет понижаться, в ночные часы она приблизится к нулю, днем не превысит 3 градусов. Веларусь Пепел Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok